сейчас кто-то будет ржать короче не готовить никогда открыла банку супом это такой грибной суп всего лишь 60 калорий короче здесь наверное только крахмал и пару грибочков здесь у меня трава мне нужно сейчас еще третий этаж почистить вот трава здесь разогрела из сифуд вот такой мне сегодня обед гуська иди иди на улицу и не трахай мне мозги все время хочет внимание я иду покушаю потом буду наводить порядке уже на третьем этаже и надеюсь себя приведу в порядок свои ногти когти да сейчас мы будем кушать вот такой вот прикольный супец мой мама дорогая привет мои дорогие друзья сегодня будет такая болталка честно говоря ночь не спала потому что проснулась от криков муж кричал и мой сон пропал я спустилась вниз он заснул здесь у себя в кабинете на диване у собаки вот такие вот квадратные глаза я тоже испугалась дикие крики ночью оказывается у него ноги свели судорогой и он не мог встать не мог расходиться я потом когда у него вот эта вот боль прошла адская в ногах залезла в интернет начала читать от чего это может происходить в общем если у кого-то судороги в ногах то это ну во первых у мужа излишний вес малая подвижность потому что я не могу его заставить хотя бы разгинать спину я ему все время это говорю несмотря на то что он у меня он говорит не спортсмен а физкультурник у него специальное образование он окончил минский институт культуры работал здесь тренером но мне говорит что вот я был тренер я не спортсмен и тренер я должен уметь детей учить и вот связи с тем что он работает еще на уборе малая подвижность и у него вот время от времени происходят такие вот боли в ногах судороги и я почитала что это вот следствие малоподвижного образа жизни опять же нужно придерживаться диеты мой муж сорвался сейчас поехал в магазин ну как не сейчас пару дней назад когда мы с отпуска вернулись набрался без сладенького вот поэтому нужно все время следить за здоровьем и в общем я мне сон прошел я пока около него бегала говорит давай к врачу обратимся но если эти боли систематические то тогда нужно бежать как бы к врачу и заниматься диагностикой но у него время от времени такое бывает он муж пришел и поэтому я так почитала чего это происходит и немножко успокоилась потому что написано что можно не волноваться вот не знаю что я сейчас успею вам рассказать потому что уже смотрю муж на пороге и поэтому такой у меня день а потом я смотрела еще сериал не могла уснуть смотрела сериал острые казаки так он меня захватил я когда начала смотреть его думаю наверное какая-то дешевая гангстерская драма но нет так он меня захватил очень я тогда 7 утра проспала пару часов буквально то все равно нужно вставать здесь у нас какие-то ремонтные работы наверное люди крышу ремонтируют я только задремала и началось тук 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 в общем кошмар потом еще с утра перед тем как заснуть просмотрела новости ну принципе просматриваю регулярно особенно тревожные новости вот эти вот последние пару дней это свадьба в малиновке знаете как но это все не смешно потому что фронт в одну сторону движется то в другую как бы там говорили что людей будут эвакуировать но не все хотят при этом уезжать куда-то там на пустое место в чужой какой-то город не важно в какую сторону да как бы все равно для людей это для мирных людей это трагедия вообще я расстроилась опять вот и хочу немножко пройтись по коментам потому что в связи наверное с этими событиями люди настолько озлоблены что ну как бы можно их понять и простить но иногда эти коменты бывают вообще совершенно неадекватны и насколько я поняла вот своего зрителя можно воспитывать как бы пытаться объяснить что ты хотела донести но некоторых воспитывать невозможно ну они не поддаются воспитанию такую чушь иной раз напишут что просто ну как бы волосы дыбом ну например последнее время у меня были видео с океана то есть там прекрасная природа развлекательные видео и я там как-то вот когда умер горбачёв я употребила слово савдепи боже что там началось господи под этим видео люди перепутали само значение слова савдепи со страной ссср со страной советский союз я не употребляла ссср при этом я сказала савдепи это разные значения ссср это было государство да савдепи это уничтожительное понятие которое высмеивает вот эти вот пережитки до советского государства то есть вот это вот строится социалистического ну мы все помним брежнева например сколько было анекдотов об этом только это имелось ввиду и я жила в мурманске в сером доме в однокомнатной хрущевке для меня это было полное адище вот ну там как бы люди начали мне писать целые лекции в комментах я это уважаю человек потратил свое время если это без оскорблений если он хочет донести свою политпозицию даже при том что он перепутал эти два понятия савдепи и государства ссср да то как бы я его не удаляю там же появился другой как бы комментатор я например сказала что мой отец был мягко говоря не очень хороший человек а потом такой же был и очень вся эта моя жизнь при савдепи в однокомнатной хрущевке была сущим адом и никаких больше деталей я к этому не додавала нет человек сделал свое свои выводы его кстати он себя обозначил как валерий бублик я начала намекать как бы твой коммент причем я на бы я говорю ваш коммент это дырка от бублика это ни о чем все начало значит меня убеждать что мой отец оказывается был хороший человек видимо он с ним жил он вырос он его знал лично а вот мать моя была не очень хорошим человеком понимаете что здесь можно еще сказать я как бы объясняет человек ног вы придержите ну как бы будьте более корректным он меня на ты значит он меня не знает он сидит по ту сторону экрана там не фотографии нет ничего не знает мой жизнь он делает свои личные выводы и все равно говорит вот ты доказала что значит твой отец был хороший человек а мать была плохим человеком я ему пишу вы знаете я вас заблокирую за ваше открытое как бы хамство и недалекость он не пишет блокирую ну что я взяла его заблокировала потом еще один был комент тоже меня как бы удивил вот под этим же видео муженек мой пришел приветик димой ручки давай бусю момент я говорю руки мой пока руки не помоешь меня не не трогай я побрился сегодня поэтому я слышу так пахнешь офигительно мон и парень вот тоже значит другой там коммент вот сиди в сша наслаждайся своей природы а это буквально мне два предложения вот умер горбачев царство в небесное начну и вспомнила что у меня в принципе при совдепе было несчастное детство вот и сиди в сша наслаждайся своей природы и хорошо что ты уехала нам предатели не нужны то есть типа я уехала из россии как предательница понимаете предательница родины то есть это все вообще бы мне ничего нет ничего но я там ответила как бы обратную реакцию не получила что я из украины собственно мой муж из беларуси и о чем собственно речь люди себе позволяет бог знает что и поэтому вот как бы я хочу сказать своим новым подписчикам которые меня не знают у меня канал растет количество подписчиков каждый день прибавляется как бы оставлю такой эксперимент чтобы у меня была тысяча подписчиков чтобы уже я вышла на монетизацию сегодня посмотрела тысяча подписчиков и какой заработок за 6 долларов то есть это тоже не о чем я подумала господи ради чего я страдаю а знаете ради чего у меня вот за этот период при том что у меня же половина видео закрыты я закрыла все свои политические видео я закрыла даже видео как я приехала в америку в сша как я бежала из украины чем я там занималась чем я занималась как я попала в детройт гетто детройт все эти видео закрыты потому что пошел хейт начались угрозы вот и как бы я закрылась политику я сейчас не комментирую и мне все время начиная с пятнадцатого года как я только вынуждена была бежать из украины мне мои подруги мои дети они мне все время говорили мы волнуемся за тебя закрой рот живи в свое удовольствие и я то открывала видео то закрывал такие качели у меня были когда уже последнее время вот пошел такой страшный хейт простые угрозы и я все это с юмора воспринимала и комментировала и когда мне уже моя подружка когда нашла меня через 20 лет в соцсетях и она мне написала я уже об этом рассказывал по моему не знаю ли мои видео эти закрыты или закрыты я просто объясняю это для новых подписчиков когда она сказала света я все это читаю я боюсь я не сплю я думаю но почему она наконец должна страдать потом все эти события поняла что нужно немножко а чтобы было спокойно у меня на канале чтобы чтобы люди лишний раз не нервничали вот и поэтому те мои подписчики которые подписались на меня раньше которые надеялись что я так и буду продолжать комментировать вот эти все политические события в украине я понимаю что я их разочаровала но я себе не могу этого позволить больше делать вот может быть со временем я открою свои видео и как бы мы продолжим говорит то что я думаю поэтому я буду стараться нести что-то такое радостное позитивное вот и за это время также познакомилась замечательными людьми ну как виртуально познакомилась которые меня поддерживают спасибо вам огромное пусть у вас все будет хорошо вот и я также как и вы несмотря на то что я в за океаном переживаю об этой ситуации которая происходит конечно всем хочется мира чтобы наши близкие были в безопасности потому что это не мы с вами это придумали мы простые люди и нужно постараться выжить сохранить свое здоровье и сохранить свое человеческое лицо я бы так сказать быть гуманными вот а у нас у нас да заметно похолодало пасмурно уже темнеет быстрее осень как-то так подкралась вот и чем я сегодня занималась дом вымыла взяла вчера себя в руки также сделала себе маникюр педикюр покрасила голову почистила свои перышки мне остались только какие-то мелочи сегодня даже напекла блинов сделала педишку сейчас еще хочу запечь овощи в духовке и и что еще на тряпки нужно пораскладывать вот собственно не тряпки а сумки эти вот которые тоже перестирала чем-то после отпуска остались всякие мелочи вот немножко с вами поболтала подписывайтесь на мой канал загуляли сегодня с гусиком даже как-то так вот такое состояние было знаете бессонное и снимать мне было влево лень и потом помните я вам рассказывала что парень с двумя собаками огромными несколько раз атаковал нас и были люди которые в общем-то все это видели и слышали и я все надеялась этих людей увидеть сегодня их наконец-то увидела но они были там вдалеке и насколько у человека до сонный у него соображалка не работает я подумал когда уже они прошли мимо они всегда очень приветливые ко мне тут смотрят а я вообще отвернулась как бы в другую сторону так что-то думаю захотят подойдут ко мне они как бы посмотрели я 0 реакции так себе пошли своей дорогой а я думаю ну какая же я таки идиотка как мозги если не работают мне же нужно было к ним подойти и спросить они с этим парнем разговаривали который нас атаковал с ними собаками и в общем то они должны были бы знать причину почему у него такая агрессия вообще конечно вот недавно тоже услышала что в одном из штатов по расовой ненависти была убита женщина тут вот пути помни на язык вот она пошла на пробежку мама двух детей учительница ее начал преследовать парень джипе с затемненными окнами он ее догнал и убил да вот очень такая трагическая история потому что молодая женщина мама двух детей еще учительница это причем и я услышала не из сплетен а из официальных американских сми поэтому как бы знаете как береженого богу бережут а у нас тут тоже ходишь вокруг как бы идешь вроде бы по дорожке а вокруг лес поэтому нужно быть всегда предельно аккуратны чего и вам желаю еще раз берегите себя подписывайтесь на наш семейный канал с любовью увидимся